Приветствую, вы смотрите программу «Отражение», я Оксана Пилькина. Сегодня наши гости Антон Челычев, исполняющий обязанности заместителя командира 2-й роты батальона патрульной службы полиции особого назначения Харьков, и Сергей Голоб, заместитель командира взвода 2-й роты батальона патрульной службы полиции особого назначения Харьков. Я вас приветствую в студии. Добрый вечер. Вот буквально недавно, в конце ноября, вы вернулись из зоны АТО. Расскажите, какова ситуация, с чем занимались, какие задачи перед вами поставлены, как вы их выполняли? Ну, прежде всего, хотелось бы вернуться в историю формирования батальона, выполнения поставленных задач. Апрель 2014 года. Из средств массовой информации многие добровольцы, в том числе и пришедшие с Майдана, узнали, что Родину-то нужно защищать. Многие люди приняли решение, написали заявление, пришли под стены управления, ну, скажем так, были зачислены в роту. В Харькове, как вы помните, было два батальона, это Харьков-1, Слобожанщина, и рота особого призначена Харьков-2. Далее события развивались следующим образом. Организовавшись, мы были, то есть пройдя определенную подготовку, мы были направлены в зону АТО. Сначала мы прибыли в город Изюм, это был май месяц. Опять-таки, пройдя там определенную тоже подготовку, изучив оперативную обстановку, мы приехали в город Славянск. Но до этого была произведена войсковая операция. И началась наша служба, скажем так, с штурма города Николаев. Это оперативная задумка командования Сбройных сил Украины была следующая. Необходимо было освободить северо, запад и восток Славянского района и мощно атаковать и выбить террористов, скажем так, со Славянска. Получив определенное задание, мы в составе 95-й агромобильной бригады, отчасти 25-й, батальона Донбасс, батальона Киев-1, спецподразделение ОМЕГА, и, по-моему, 12 человек было Сумского Беркута. Начали, скажем так, проводить адресно-фильтрационные мероприятия после того, как Николаевка была накрыта мощным артподготовкой, минометным огнем, ураганом, скажем так, не ураганом, я прошу прощения, градом. Нам необходимо было спуститься с высот сам город Николаевку и зачистить его от, возможно, оставшихся террористов, то есть бандформирований. Скажем так, разместившись на высотах, все мы собрались, командовал нами некий француз, полковник, очень достойный человек с министерства, поставил нам цели и задачи, скажем так, мы начали спускаться вниз. Вспоминая это все, представьте себе, мы были не обстреляны бойцы. То есть, задача ставилась очень сложная. Почему? Потому что, по оперативной информации, в Николаевке, в районе центральной районной больницы, в подвале, было около, были заложники около 95-100 человек. Это женщины, дети, инвалиды. Их держали в заложниках около трех дней. Не будем рассказывать о некоторых тайных ситуациях, перестрелках, которые возникали. До начала штурма, представьте себе, через нас, необстрелянных людей, летели мины, шуровал град, с правой стороны 95-я аэромобильная бригада, я прошу прощения, лупила со всех видов оружие, Боевое крещение состояло. Но люди достойно, скажем так, выполнили свою задачу. И по окончанию этой, скажем так, операции, люди были освобождены. Все без потерь? Все без потерь. Радости не было предела, нас целовали, цветов, конечно, там не было, но мы увидели страшную картину на лице людей, на лице стариков, детей. Три дня в подвале. Да. Вы знаете, в этот момент я непосредственно помню, очень интересный случай вам расскажу. Вместе со мной в составе группы снайперов, то есть я осуществлял прикрытие правого края, так называемых виноградников. Это склоны, дачный поселок. Кстати, там именно впоследствии, когда мы поехали туда, находилось именно два логова террористов. В одном ангаре или овощехранилище было, или картофельно хранилище, точно не помню. Находилось около 350 террористов. Буквально метров тридцать, такое же какое-то техническое здание было, там было женское, женский ангар, и вроде бы по информации местных жителей там их было около тридцати, тридцати пяти женщин-снайперов. Да, то есть Николаевская операция была серьезная, она была основополагающая в составе Ямпольской, Краснолиманской и так далее. Но мы там не участвовали, но все это в принципе видели, проезжали и ужаснулись. После этого мы вернулись, после удачной, скажем так, зачистки города Николаевки, мы вернулись в город Изюм. Расслабились, как сейчас я просто помню, вам такие вещи рассказываю. Расслабились и буквально через два дня мы получили приказ собраться и выдвинуться в город Славянск. потому что освободили Славянск в 95-е, ну там очень много национальных городов, 95-е и так далее. Ну остались, да, всякие диверсанты еще остались. Да, выдвинуться в город Славянск для того, чтобы провести зачистку после штурма, скажем так, этого города. Зашли мы в Славянск практически на плечах 95-й аэромобильной бригаде, два батальйона зашло, рота Харьков-2 и Тиев-1. Разместились мы там в помещении электромеханического техникума, это центральная улица Славянска. Задачи были поставлены следующие, выявлять оставшихся сепаратистов, террористов, людей, которые возможно склонны к совершению диверсий и соответственно обеспечивать общественную безопасность граждан города Славянска. Когда мы заезжали в город Славянск, у всех, все были поражены сотрудники, потому что даже собаки в этом городе не гавкали. Люди были с опустошенными взглядами, лица были оморочены, скажем так, дети не смеялись. На улицах, там очень много было, откуда мы заходили, со стороны комбикормового завода, очень много блокпостов было, мелких. На асфальте была серая пыль, то есть от взрывов, от пыли, от грязи, воронки и так далее. стояли разбитые мусорные машины, автомобили, разбитая техника, то есть очень удручающая картина. Разместились, наладили контакты с службой безопасности, наладили контакты с местными сотрудниками милиции, стали нести службу. Если интересно это, конечно, можно будет посмотреть на странице Facebook, Вконтакте, нашу деятельность именно в городе Славянске. Позвольте, Сергей, вы вот с первого, ну, с самого первого дня, да? Практически. Я в штурме Николаевки не участвовал, я был, так сказать, во второй волне пополнения роты. Мы с товарищами еще после событий Майдана объединились, хотели как раз попасть в серьезное оперативное подразделение. Мы сначала были в составе Днепр-1, там познакомился я еще с Ильей Кивой. Потом наши товарищи, которые остались здесь, с Майдана, сказали, что есть такой серьезный человек, как впоследствии оказалось командир оперативной роты, полковник Токарев. Мы взяли его телефон, созвонились, он сказал, что в принципе о нашей деятельности он знает, что ребята, мы серьезные, и мы можем оформляться в роту Харьков-2. В июле месяце мы уже полностью были оформлены и выдвинулись, я непосредственно с Харькова выдвинулся уже в зону АТО, в Славянск. Вот сколько на вашем счету, скажем так, боевых заданий выполненных? Выходов на линию соприкосновения совместно с боевыми заданиями около 40. В том числе вот этот серьезный бой в Маринке в июне месяце. Очень частые боевые выходы в район Светлодарска, Углегорская ТЭЦ, в Зайцево, ну довольно-таки, наверное, я не был только в аэропорту в Донецком. Так мы были очень много где. И в Попасной. Практически нет таких мест. Станица Луганская, счастье, Попасная. В Чечне и выезды мы были практически везде. Руководство АТО доверяло нам серьезное задание. Никогда не жалели, что не было, знаете как, эх, лучше бы трактористы пошли. Ну я же боевой офицер, поэтому, как бы, сожаления никогда не было. То есть во время Майдана вы однозначно поддержали ребят, которые выступили против режима, да? Да, конечно. Я в это время работал в исправительном учреждении и уже тогда понял, что события, которые происходят в Киеве, что люди восстали против режима, что это однозначно правильно. А вы также принимали участие, много писали в интернете. Вот Ленинопад в Славянске якобы Харьков защищал статую вождя. Вот расскажите, что было там на самом деле с Лениным? Как его демонтировали? 14-й год, 15-й год, как вы помните, было очень, наверное, модно именно валить вождя. Во многих городах накидывалась удавка на шею, ЗИЛ, Урал, БТР и Ленин на земле. В Славянске также народ требовал демонтажа идола этого. Его разукрашивали постоянно в желто-блокитный цвет, писали всевозможные надписи и так далее. Был митинг, подгонялся уже, я не помню точно, Урал или КамАЗ, и его хотели свалить. Местная власть Славянска в лице исполняющей обязанности мэра, группы депутатов обратились к нам, чтобы мы навели порядок, и чтобы память этот демонтирован был в законный способ. Для этого необходимо было собрать сессию и его снять. то есть его демонтировать. Так вот такой момент, когда был там митинг возле памятника, это было летом, собралось около тысячи человек. всевозможные общественные организации кричали, радовались, попробовали его, скажем так, сдвигать веревкой, группа лиц, там человек 20-30, студенты, молодежь, не получилось. Потом сессия Горсовета принимает решение демонтировать этот памятник. И на следующий день на площади собирается около 50-100 человек, и памятник спокойно краном демонтируют. Но в средствах массовой информации пошла информация на роту Харьков-2, что якобы мы не дали демонтировать активистам. Да, вот мы сторонники чего-то. Мы лишь бы не нарушался закон. То есть ваша задача охранять общественный порядок? Общественный порядок. И даже в зоне АТО, и даже в таком городе, как Славянск. Он специфический. Сейчас. Вот деятельность... Все-таки вот вы буквально, скажем так, буквально с пылу жара. Вы знаете, какова ситуация? Да, вот сейчас. Также продолжаются диверсионно-разведывательные группы. Настроение как вот относится? Поменялось ли как-то вот к военным? Замечаете ли вы изменения? Настроение граждан? Да, граждан. Вот как они относятся в городе Харьков? Вы знаете, Славян, я уже, наверное, сказал, что Славянск – это специфический город. Ну, то есть влияние партии регионов было прерогативом. Серьезно. Люди... Кстати, выборы, которые прошли, они все показали. Вы знаете, кого вы там выбрали? Сторонника все равно партии регионов. Лях некий. Сейчас он мэр города Славянска. К сбройным силам и к сотрудникам милиции, национальной гвардии, там нормальное отношение. Ну, то есть нету такого, да? Грубо говоря, в спину не плюют? Нет, нет, нет. Нет. То есть нету такого карателя? Нет. Нет, нет, нет. Такого я не слышал. Были, может быть, вот, товарищи в составе патрулей ходили по ночному, в том числе, Славянску. Может, просто он расскажет? Расскажите про ночное патрулирование. Ну, я помню еще одни из первых патрулей. Город практически был пустой. Ну, и как бы назвать нас карателем, в принципе, некому было. Люди начали съезжаться уже после таких окончательных выстрелов по городу. Ну, когда уже все практически прекратилось. Ну, воспринимали нас, в принципе, положительно. Никого там, нарушителей особо общественного правопорядка не было. Диверсанты были. Задерживали, проводили оперативную работу. Очень активно задерживали наркоманов. Это действительно какой-то бич этого региона. Ну, в целом, люди нормально к нам относились. Вот как выявить диверсанта? Он как-то на нем написан, а я диверсант. Или они ведут себя как-то по-другому. Вот чем они отличаются, скажем так? По каким признакам его вы определяете? Дело все в том, что мы оперативной работой не занимаемся. То есть, для этого существуют соответствующие органы. То есть, ваша задача как бы боевая поддержка. Совершенно верно. То есть, на конечном этапе мы должны в составе группы задержать этого человека. Работа оперов, скажем так. СБУ и милиция. Ну, вот диверсанты в зоне АТО, они серьезно подготовлены? То есть, все-таки, помощь особого назначения батальона нужна при их захвате? Несомненно. Конечно. То есть, это, скажем так, они и финансируются, и обучаются совершенно не в нашей территории. Нас постоянно и днем, и ночью вызывали так называемые клапаны. Это блокпосты. Шестой, восьмой и так далее. Где при досмотрах находили и гранаты, и гранатометы, и оружие. То есть, и в прошлом году, и сейчас такое же продолжает? Да. Может быть, не в таком количестве, но 14-й год это был бич. Ну да, это все-таки. Вот вы в ноябре, скажем так, чем там занимались? Тоже общественный порядок в зоне АТО, где были? Конечно. Конечно, но с конца 14-го года бойцы, скажем так, засиделись в Славянске, и полковника Токарева Игоря Владимировича мы постоянно теребили. То есть, пожалуйста, товарищ полковник, съездите в АТО, я имею в виду в штаб АТО, и давайте мы займемся серьезными вещами. То есть, контролирование – это хорошо, охрана жизненно важных объектов – это тоже хорошо, но нам бы хотелось… Все-таки спецназ. Да. Да, да, да. Он съездил в АТО, в центры специальных операций, были установлены контакты, и нас начали привлекать. Как говорил Сергей, у нас около 40 боевых выходов. Ну, города сейчас перечислять это просто не хватит. Это бесконечно долго. Да. То есть, это такие же адресно-фильтрационные мероприятия. Если, допустим, какой-то город обстреливают, после обстрела необходимо его зачистить. Если есть оперативная информация, что в этом городе была выявлена разведана диверсионная группа, город нужно зачистить. Если произошло какое-то громкое, резонансное, скажем так, диверсионное событие, этот город нужно зачистить. Как это все зачищается? Ну, это, наверное, все-таки… Да, скажем… Как в боевиках. В студии… В студии… В студии… Или все-таки в боевиках нам показывают слишком приукрашенные… От счастья. но используется серьезная, скажем так, техника, ягуары, используются некоторые подразделения со специальной подготовкой, такие как Гарпун, такие как Омега, также центр специальных операций есть свое подразделение. Несколько, скажем так, мероприятий у нас были со спецподразделением СБУ «Альфа». В Харькове, вот как проходит, я не знаю, скажем так, мирное пребывание в Харькове, как тренировки, вот, чтобы находиться в тонусе? Мы, вернувшись сюда в ноябре месяце, мы вошли, скажем так, в период реорганизации и вливания нашей роты в батальон специального назначения Харьков. Туда вошла бывший Харьков, батальон Харьков-1, бывшая Слобожанщина и бывшая рота Харьков-2. В батальоне сейчас три роты. То есть, ну, все-таки в системе реформирования, да, системы правоохранительной, место вот этим батальонам нашлось, и вы теперь полиция официально, ну, то есть вы полицейские, только особого назначения. Но пока исполняем временные обязанности. Вы ждете переаттестации? Совершенно верно. То есть разработана концепция сейчас 100 дней, то есть в этот период сотрудники должны пройти переаттестацию, скажем так, написать тесты на логику, на математическое мышление и так далее. Сдать новую нормативную базу, то есть это закон о национальной полиции. Ну и физическая какая-то там подготовка. Ну и сомненно, конечно. Есть же нормативы какие-то, да? Конечно, конечно, конечно. Как тест этот называется? Тест Купера проходит. Тест Купера. Ну как, вы уже проходили или еще только? Мы все время тренируемся, надо всегда поддерживать форму, но все-таки специального назначения. То есть тут и интеллектуально, то есть как бы это не только мускульная работа, но и интеллект. Безусловно, тактическая подготовка у нас всегда присутствует. А вот как это все происходит? Это с учебниками или это какая-то специально закрытая? Это целая концепция. Есть частично закрытая информация, частично это силовые тренировки, тактические особенности отработки на полигонах, с оружием. То есть, в принципе, к переаттестации вы готовы? Ну лично вы не боитесь? Нет. Думаем, что да. И после того, как пройдете переаттестацию, вы уже будете... Дай бог. Дай бог, чтобы все случилось. Нужды батальона всего ли хватает? Потому что, знаете, как... Вы знаете, как и у всех, как и везде, конечно, не хватает серьезного обмундирования, то есть, которое бы позволяло выполнять в полевых условиях, в условиях холода или жары определенные задачи. То есть, у нас есть же снайперские двойки, пулеметные расчеты, гранатометчики, люди ездят в броне. То есть, соответствующая экипировка. Это общий бич и Збройных сил, и Национальной гвардии. Это пулеметы ДШК. Они, по-моему, 1938 года выпуска. На складах их было очень много. Их ударили. Но когда нам их выдавали, к сожалению, мамочки или подставки под них не было. Этот пулемет, он с упора просто не стреляет. То есть, для него необходим соответствующий упор. Это такие нюансы. Опять-таки, приходилось через волонтеров, через добрых людей заказывать эту амуницию или приспособление под эти пулеметы. Скажем так, очень много нюансов. Сейчас бы я не хотел на этом останавливаться. Потому что это... Ну, в общем, не дошли лоу государству еще руки, чтобы полностью одеть каждое подразделение, продумать форму, ткань, фасон, чтобы было удобно и комфортно. Ну, надеетесь, что все будет. А пока вот форму... Вы знаете, что самое страшное? Вот это мое, может быть, субъективное мнение. Когда мы ездили на нулевку, скажем так, в районе города Светлодара. Светлодарск. 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 Это ульярот, ульяротский отец. Там стояла 30-я и 43-я бригада. Страшно было смотреть. Люди были действительно врытые в землю. Ну, это окопы. Это так называемая нулевка. Посмотреть на этих людей, которые живут в грязи, но на их амуницию поражаются просто. То есть у них какие-то с 43-го года бушлаты и так далее. Ну, будем надеяться, что все-таки, раз армия все-таки уже возрождается и милиция реформируется, все-таки будем иметь сильную, крепкую армию, мощную, честную милицию. И дай бог вам удачи. Я напомню нашим зрителям, что в гостях у нас были Антон Челычев, исполняющий обязанности заместителя командира 2-й роты батальона Патрульной службы полиции особого назначения Харьков, и Сергей Голуб, заместитель командира взвода 2-й роты батальона Патрульной службы полиции особого назначения Харьков. Я благодарю вас за участие в программе. Дай вам бог сил и терпения. Мы в вас верим и ждем мира. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин